Здравствуйте, уважаемые старшеклассники! Рада приветствовать вас на подготовке ЕГЭ по обществознанию. Меня зовут Тейшан Ильяна Фёдоровна. Я учитель истории и обществознания школы номер один города Якутска. И хотела бы представить, продемонстрировать вам технологию выполнения заданий первой части. Давайте обратим внимание на официальный сайт, который поможет вам при подготовке к ЕГЭ по обществознанию. Рекомендую всем посетить этот сайт, посмотреть, ознакомиться с официальными документами. Этот сайт называется ФИПИ, Федеральный институт, сайт Федерального института педагогических измерений, где вы можете ознакомиться с демоверсией, спецификаторами, кодификаторами, с основными документами не только экзаменов по обществознанию. Также на сайте ФИПИ можете отрабатывать задания, которые мы сегодня будем разбирать и в дальнейшем знакомиться. Ну а теперь давайте приступим к заданию номер 10. Десятое задание по обществознанию ЕГЭ. Выглядят следующим образом. Нам дан текст, информация и что следует нам сделать в данном задании. Данное задание направлено на поиск социальной информации, представленной в различных системах. В данном задании у нас всегда будет стоять график, и мы должны уметь читать этот график. Мы должны вынуть ту информацию, которая поможет нам выбрать правильные ответы. Как же это сделать? Как определить, какой ответ нам подходит. Данное задание принесет нам один балл. И по статистике данное задание, в данном задании многие ребята выполняют ошибки, хотя несмотря на то, что задание очень легкое, но базового уровня и выполняется легко, но все равно приводит к трудностям выполнений. Так, давайте посмотрим, по какому алгоритму лучше будет вам решать данное задание. Чтобы справиться с этим заданием, вам, во-первых, нужно определить, что находится, что изображено на графике. Кривая спроса или же кривая предложения. То есть, что у нас отображает график. Кривая спроса смотрит направо, вправо и обозначается буквой D. Кривая предложения смотрит влево и обозначается буквой S. Это поможет нам отделить те ответы от спроса и предложения, которые влияют на изменение спроса и предложения. То есть, учитывая и определяя, какая кривая у нас изображена, мы можем легче справиться и найти ответы. Также вторая рекомендация. Нам нужно определить перемещение кривой на плоскости. То есть, куда именно переместилась кривая на плоскости. В данном случае нам поможет данная подсказка. Если у нас кривая предложения, так как в задании у нас было кривая предложения, если у нас кривая предложения, да и спроса тоже, перемещается вправо, то предложение увеличивается. Если кривая предложения перемещается влево, то предложение или спрос уменьшается. Это легко запомнить и ничего дальше не меняется. У нас есть только два варианта. Также третий совет, третья рекомендация, на что нужно обратить внимание. Обратите внимание на то, какой фактор у нас указан. То есть, на ценовые или неценовые факторы могут приводить к изменению предложения или же спроса. В задании у нас было предложение, поэтому давайте посмотрим на ценовые факторы предложения. Что может изменить предложение? Во-первых, это могут быть цены на ресурсы, под ним могут увеличиваться цены на ресурсы или уменьшаться. Может внедряться новая технология производства, что тоже может приводить к увеличению спроса и предложения. Могут быть увеличены или наоборот снижены налоги, дотации от государства, что тоже будет влиять на предложение. Могут быть изменены цены на другие товары, например, комплектующие, запасные части, что тоже могут менять предложение. И пятое. Могут быть изменены ожидания цен, ожидания изменения цены. То есть, увеличивается, например, какой-то кризис произошел в государстве, и это тоже может повлиять на изменение предложения. И шестое. Может быть увеличено число продавцов на рынке. В связи с этим это тоже может повлиять на предложение. И четвертый совет, что нужно учитывать при решении десятого задания. Обратите внимание на товар. Какой товар у нас предложен в задании. Это могут быть сезонные товары. Тоже нужно учитывать, как сдвинется спрос или предложение. Это могут быть товары первой необходимости, которые уже труднее сдвигаются. И давайте вернемся к самому заданию. И прочитаем его. Итак, внимательно читайте текст задания и выберите верный ответ из списка. Самое главное при решении данного задания, я считаю, это внимательность. Чтобы повысить свою внимательность, используйте такой прием. Подчеркивайте в самом задании главные слова, которые помогут вам сконцентрироваться и определить, что же нам нужно найти. Итак, у нас изменение предложения. Предложение. Оно уже дано у вас в задании. Предложение чего? Молочных продуктов на соответствующем рынке. Смотрим. Мы определили, что у нас в задании указано предложение. Смотрим, куда же изменилась кривая предложения. В какое положение оно переместилось. Кривая предложения переместилась вправо, что означает увеличение. То есть мы определили, что предложение у нас увеличилось. В связи с чем увеличилось предложение молочных продуктов на рынке. Итак, обратим внимание на ответы. Ответы каждый раз лучше идти по каждому ответу. То есть подбирать каждый ответ и спрашивать, подходит нам этот ответ, данный вариант ответа или не подходит. Итак, первый ответ. Уменьшение стоимости кормов для коров. Если у нас уменьшается стоимость корма для коров, соответственно, мы можем больше закупать его и мы можем больше производить молочных продуктов. Соответственно, этот ответ нам подходит. Он может повлиять на увеличение предложения молочных продуктов. Мы его берем. Второй вариант ответа. Строительство новых заводов молочной продукции. Строительство новых заводов тоже намекает на то, что явно увеличатся молочные продукты. То есть будут построены новые заводы и это приведет к увеличению предложения молочных продуктов на рынке. Поэтому этот ответ нам тоже подходит. Мы его тоже берем и записываем. Третий вариант ответа. Банкротство. Банкротство нескольких молочных ферм. Банкротство вызовет обратный эффект. Если у нас несколько ферм обанкротилось, то наоборот предложение должно уменьшиться. А у нас на графике показано увеличение. Значит, этот вариант ответа нам не подходит. Четвертый вариант ответа. Повышение цен на энергоносители. То есть, допустим, у нас повысилась цена на электроэнергию. Соответственно, у нас повысились расходы, затраты на производство молочных продуктов, что тоже должно вызвать обратный эффект и обратную реакцию. То есть должно предложение снизиться. Поэтому этот вариант ответа мы тоже отбрасываем. И пятый вариант ответа. Это ожидание роста потребления молочной продукции. Допустим, у нас ожидается рост населения. И, соответственно, мы можем предугадать, что молочную продукцию могут потреблять больше. Поэтому этот фактор нам тоже подходит. Он тоже может влиять на изменение предложения в сторону увеличения. Он тоже нам подходит. Мы его берем. Итого, ответ у нас получился. Мы записываем ответ цифрами. Один, два, пять. Цифры мы пишем в последовательности. И записываем в бланк ответа. Надеюсь, мои рекомендации, надеюсь, мои советы помогли вам справиться с этим заданием, с 10 заданием. И также рекомендую не терять времени и отработать задание 10 в открытом банке тестовых заданий на сайте FIPI по предмету общества знания. Будьте внимательны, будьте уверены и удачи вам на экзаменах. Я верю, что у вас все получится.